идею приготовления этого блюда бризоли мне подсказала подписчица обратить внимание на канал уютный уголок где ольга готовит такие бризоли попробовала их и я я делала из остатков фарша который у меня был вот 220 граммов это куриный фарш с зеленью и цветной капустой был у меня шпинат он будет использоваться для начинки и ну вот 90 граммов сыра 3 столовые ложки майонеза для смазывания блинчиков 4 яйца и на каждое яйцо по одной столовой ложке жирных сливок ну и соль конечно из двух яиц и получается выпекать три блинчика это я уже опытным путем знаю раньше потому что я такие блинчики яичные выпекала пол чайной ложки соли на 4 крупных яйца и 4 столовые ложки жирных сливок взбиваю такой омлетик и из него буду выпекать блинчики на терке отдельно натираю сыр маловато сыра конечно побольше но я не побегу в магазин сейчас жарить блинчики буду на оливковом рафинированном масле выпекать в такие блинчики легко переворачиваются хорошо с двух сторон обжариваю из каждых двух яиц получается три блина и того должно выйти у меня 6 блинчиков таких яичных вот они мои 6 тоненьких блинчиков и форма для запекания в духовке я ее смазываю сливочным маслом твердым сливочным маслом сюда я буду выкладывать готовые бризоли смазываю каждый блинчик майонезом выкладываю фарш маловато конечно у меня фарша но вот я добавлю шпинат для большей сочности на фарш выкладываю шпинат и посыпаю сыром сворачиваю бризоль рулетиком и выкладываю форму для запекания то же самое делаю и с остальными блинчиками густоват мой фарш можно было бы его разбавить чем-нибудь кабачком даже или добавить нарезанную кубиками помидорку вот еще один блинчик бризольчик готов сверху я их смазываю майонезом и посыпаю оставшимся сыром выпекаю в духовке на 180 градусов 25 минут вот они у меня выпекались уже под зажарились хорошо духовка у меня с конвекцией вверх-вниз шкварчат из них такое маслица вытопилось жирок выкладываю на блюдо сервирую но вот честно скажу что мне в этих бризолях не хватило сочности либо следующий раз если я буду их готовить я буду их заливать сливками в смеси с тертым сыром либо внутрь добавлять помидорку и побольше фарша конечно в целом блюдо очень вкусное и здесь вы можете проявить свою фантазию я рекомендую с вами была ирина приятного аппетита